Здравствуйте! В эфире новости ТВК. В студии Юлия Афанасьева. Смотрите сегодня выпуски. Людей с положительным и отрицательным тестом держат в одном помещении, а за целую неделю от медиков они получили несколько таблеток орбидола. Что рассказали ТВК вахтовики в Северо-Енисейске. Красноярцы вновь брали штурмом пенсионный фонд после обращения Путина. Там попросили носить маски или дождаться снятия режима. Голосовать теперь будем дистанционно. Согласно закону, отдать свой голос избиратели и участники референдумов смогут как в электронном виде через госуслуги, так и по почте. Красноярский журналист Дмитрий Полушин обвинил автора программы «Честный детектив» Эдуарда Петрова с федерального канала «Россия-1» в клевете и написал жалобу в Генпрокуратуру. Темп прироста заболевших коронавирусом в крае снижается. За последние сутки выявили 21 случай заражения. Все они жители Красноярска, об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Также за последние сутки вылечились 33 человека. Погибших нет. Всего на территории Красноярского края с начала пандемии зарегистрировано 1542 заболевших. Из них 458 выздоровели. 15 человек погибли. За все время врачи провели более 115 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением на дому сегодня 1170 человек. Один туалет на 100 человек, антисанитария и лечение орбидолом. В Северо-Енисейске на золотодобывающем месторождении после вспышки коронавируса вахтовики стали жаловаться на условия карантина. По их словам, людей с положительным и отрицательным тестом держат в одном помещении, а за целую неделю от медиков они получили несколько таблеток орбидола. Что говорят вахтовики, а также медики, расскажет Дмитрий Ишхузин. Температура у вас какая? Да я вас прошу померить. Вот сейчас меряю и стою. Вы с термонавируете? Да, конечно, конечно. Нас когда лечить-то не что? Скажите, доктор. Мы же вам орбидол вчера давали. Орбидол? Да. Орбидол давали? Да там нарасовую, понимаете. А мы неделю лежим уже с больными вместе. Это видео в редакцию ТВК прислал один из вахтовиков, который работает на Олимпиадинском горнообогатительном комбинате. Место действия – общежитие номер 4. Здесь живут вахтовики с коронавирусом, у которых нет тяжелых симптомов. По словам работников, несмотря на введенный карантин на всем месторождении, по зданию свободно перемещаются зараженные. Как у вас? А, отрицательный у вас? Да, отрицательный. У меня отрицательный. Слушай, это 128-й? Ну, смотрите, тут у всех отрицательный. Да, у нас у всех отрицательный, но мы лежим с больными. Смотрите, у вас температура есть? Да, есть. У всех она есть. Неделю. Вы не знали, что ли, мы каждый день вам ходим? Ну, в крыле же отрицательный ходят. Ну, получи, я не знаю, в крыле такое. Они вот стоят положительные, у вас вот стоит человек, вот. Положительный стоит. Да, я вот тоже, допустим, это… Он парень стоит отрицательный тоже. Вот стоит положительный человек вместе с нами. Вы камеру уберите, пожалуйста. Просьбой убрать камеру все не закончилось. По словам работников, их просят не снимать условия проживания. На условиях анонимности мы поговорили с одним из вахтовиков. По его словам, из-за того, что мест не хватает, к здоровым людям стали подселять зараженных. Из-за этого людям самим приходится защищать себя от вируса. У меня, наверное, три назад на заход зашел у нас человек к нам в комнату, говорит мне, когда его житель к вам. Мы спросили, у него температура есть, поинтересовались. А, говорит, температуры нет, а тест какой? Он говорит, положительный. Я говорю, у нас тут все отрицательные лежат. Я пошел на втором этаже, посмотрел комнату, где положительные лежат. И нашел свободное место, его как бы попросил, ну, что бы у нас вот такая ситуация, что лучше с ней рисковать. А это кадры из спортзала. Тут тоже живут зараженные вахтовики. Грязный пыльный пол, один умывальник и туалет на 100 человек. Вдобавок двухъярусные кровати, которые стоят вплотную друг к другу. Мужчина, у которого нашли коронавирус, рассказывает, что прямо под ним лежит человек с отрицательным результатом. У меня вот рядом со мной человек лежит, который ему сообщили. Его начальник у тебя отрицательный. У меня появился просто кашель. Я даже не знал, что у меня больше ничего у меня не было. У меня не было температуры, ничего. Просто кашель. Который продолжается до сих пор. В понедельник у нас вечером здесь положили. Во вторник с утра нам еще орбидол дали. Три раза до обеда, с утра до обеда. На этом все лечение кончилось. Никто нормально ничего объяснить не может. Просто сказали, полежите две недели и само все пройдет. Все сприваются рады этим. Сейчас, по официальным данным, в Северо-Енисейском районе более 300 зараженных. Но вахтовики уверены, что эта цифра намного больше. По их словам, нормального лечения в таких полевых условиях добиться они не могут. При этом накануне спецбортом с месторождения в Красноярск доставили 17 человек. Новости ТВК сегодня обратились в пресс-службу Роспотребнадзора. С просьбой прояснить ситуацию на месторождении. Однако получить ответ на наши вопросы не удалось. По содержанию, по лечению. Это все относится к полномочиям полюса. Пресс-службу прокомментируют. Остается непонятным, какие полномочия тогда остались у Роспотребнадзора. В компании «Полис» согласились. Условия не идеальные. А на самом месторождении готовятся несколько общежитий для карантина. В Минздраве же говорят, что условия только формируются. Поэтому рядом с зараженными могут находиться те, у кого есть симптомы. Но результаты на коронавирус пока еще не готовы. В настоящий момент фактически развернут полевой госпиталь. Территория разделена на две зоны – грязная и чистая. Условия только формируются. У части пациентов есть клиника заболевания. Но нет результатов тестов. Такие пациенты рассматриваются как с неуточненным статусом. Как только приходит информация о результате тестов, пациентов расселяют или изолируют в отдельных помещениях. На месторождении находится более 6 тысяч человек. Работа там не прекращалась. При этом вахтовиков с средне-тяжелыми симптомами сейчас готовят к эвакуации в лесосибирскую межрайонную больницу. Дмитрий Шхузин, Новости ТВК. Вспышки коронавируса регистрируют и в других вахтовых поселках. Накануне в Баунтовском районе в Бурятии зафиксировали 38 новых случаев заражения. На территории района находятся урановые рудники. По словам министра здравоохранения Бурятии Евгения Лудуповой, в основном у большинства вахтовиков болезнь проходит в легкой форме. А для контактных людей с признаками ОРВИ открыли полевой госпиталь. Напомню, пару недель назад в Якутии более тысячи вахтовиков вышли на стихийный протест из-за страха заразиться коронавирусом. На видео, которое опубликовали в интернете, рабочие Чаиндинского нефтегазоконденсатного месторождения жалуются на отсутствие карантина, плохую еду и несоблюдение изоляции с больными коронавирусом. Позже у 3,5 тысяч работников подтвердился коронавирус. Сейчас в этой истории разбирается прокуратура. А вот по стране ситуация в целом начинает стабилизироваться. Впервые за две недели в России выявили меньше 10 тысяч заболевших. Так, на сегодня заболели коронавирусом 9974 человека. Увеличилось и количество выздоровевших. За сутки из больниц выписали 5,5 тысяч пациентов. Умерли 93 человека. Специалисты отмечают, что кривая заражения постепенно идет вниз. Тем не менее, в общем зачете по количеству заболевших в мире Россия по-прежнему на третьем месте. Количество заболевших у нас превысило 250 тысяч. Доплаты нет ни фельдшерам, ни водителям. Письмо с таким текстом сегодня пришло в телекомпанию ТВК. Его написали коллективы бригад скорой помощи сразу шести подстанций Красноярска. Письмо анонимное. В нем сотрудники жалуются, что стимулирующих выплат, которые обещал президент, получили только некоторые работники. А также рассказывают, что бригад на подстанциях недостаточно. Вот отрывок из письма. На каждой подстанции есть по две специальные бригады, но они не справляются. И остальным бригадам приходится возить больных с COVID-19. А доплаты нет ни фельдшерам, ни водителям, которые ежедневно контактируют с больными COVID-19. Мы отправили вам анонимно, так как со стороны администрации идет очень сильное давление. В Крайовом министерстве здравоохранения, однако, продолжают настаивать. Все работники специализированных бригад выплаты получили. Более того, по информации Минздрава, стимулирующие выплаты выдали также сотрудникам, которые в эти бригады не входят, таких 143 человека. Что касается водителей, то выплаты получили опять же те, кто возит специализированные бригады для работы с COVID-19. Всего 86 сотрудников. Прокомментировали в министерстве сегодня и ситуацию в Каннской больнице. Накануне мы рассказывали про жалобы работников этого учреждения. Медики анонимно рассказывали, что на карту им пришли стимулирующие выплаты, однако позже руководители больницы распорядились эти деньги снять и вернуть в бухгалтерию. В Крайовом Минздраве пояснили, что это были не стимулирующие, просто зарплату сотрудникам случайно начислили дважды. Куда делись стимулирующие выплаты и почему их не начислили, ведомстве не пояснили. Красноярцы сегодня снова брали штурмом пенсионный фонд. На прием в отделение в Советском районе пришли несколько десятков человек. Люди уже не первый день пытаются оформить выплаты на детей от 3 до 16 лет, которые в начале недели пообещал президент. На следующий день после выступления Владимира Путина в пенсионных фондах появились очереди. Накануне краевые власти даже заявили, что помогут фонду выделять дополнительных специалистов. Но пока это не помогло. Сегодня люди вновь провели очереди по несколько часов. Однако по оценкам главы пенсионного фонда по Советскому району, сегодня пришедших все же меньше, помогая то, что принимает людей теперь и в многофункциональных центрах, и на сайте госуслуг. Некоторым удается подать заявку. До этого несколько дней сайт зависал из-за большого наплыва посетителей. Гораздо меньше, потому что сегодня начали прием многофункциональные центры в том числе. Сегодня нам оказывают помощь органы социальной защиты для работы здесь, в залах. Я думаю, что люди тоже понимают, что это более устойчиво стал работать сайт, где можно в электронном виде подать соответствующие заявления. Поэтому те наши просьбы, которые вчера не звучали, о том, что нужно дождаться устойчивой работы сайта, они, наверное, возымели свою ситуацию. Люди сегодня спокойно говорят, даже те, кто в очереди, говорят, да нет, я нормально подала, спокойно заявление. Напомню, в последнем обращении к россиянам Владимир Путин объявил о единовременной выплате для семей с детьми. С 1 июня они смогут получить по 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. Из-за большого наплыва претендентов на выплату обрушились сайты госуслуг и пенсионного фонда. А во многих городах к зданиям пенсионного фонда выстроились очереди, несмотря на пандемию. На фоне этого ажиотажа активизировались и мошенники. В интернете появились десятки фальшивых сайтов, где якобы можно легко получить выплату. В издании «Коммерсант» насчитали 30 таких порталов. В основном это разные вариации со словами «выплата», «ковид» и «пособие». Обычно на таких сайтах людей просят сообщить свой СНИЛС, ННН или даже и карты, на которые якобы можно получить выплату. Отмечу, сейчас работает два официальных портала, где действительно можно оформить выплату. Один из них – это госуслуги, а второй – пособие 16.gosuslugi.ru. Его запустили из-за наплыва обращений на госуслуги. Портал был недоступен почти сутки, и даже сейчас многие пользователи не могут оформить выплату. Голосовать теперь будем дистанционно. Госдума одобрила соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Согласно документу, свои голоса на выборах и референдумах россияне смогут оставить в электронном виде через портал госуслуги или с помощью обычной почты. Пока не совсем понятно, как это будет происходить, парламентарии пояснений не дают. Вполне возможно, такую систему будут применять уже на всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Оно должно было пройти 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса плебисцит пришлось отменить. Его перенесли на неопределенный срок. Сейчас некоторые СМИ сообщают, что в Кремле ориентировочной датой проведения голосования называют 8 июля. Добавлю, впервые электронное голосование было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в сентябре прошлого года. Тогда в мэрии назвали результаты эксперимента успешными. Бизнесмен Анатолий Быков написал письмо из СИЗО. Текст распространили представители бизнесмена. В письме Быков говорит, что находится в одиночной камере и благодарит читателей за поддержку. Вот фрагмент этого обращения. Я знаю, что новое время не за горами, где мы будем снова собирать новый союз. Мы найдем в себе силы признать ошибки, сделанные нашими правителями, и после вновь постараемся взяться за руки. Другого пути для спасения нашей большой, ограбленной и униженной родины нет. Я уверен, все у нас получится. Напомню, Анатолия Быкова арестовали 7 мая. Его подозревают в организации заказного убийства, которое произошло 26 лет назад. Суд на время следствия отправил бизнесмена в СИЗО. Пока до 4 июля. Добавлю, что многие это дело называют политическим. Ведь Быкова арестовали спустя месяц после того, как у него истек срок судимости. А вместе с ней и запрет на участие в выборах. Красноярский журналист Дмитрий Полушин обвинил автора программы «Честный детектив» Эдуарда Петрова с федерального канала «Россия-1» в клевете и написал жалобу в Генпрокуратуру. В новом выпуске своей программы Петров оскорбил Полушина. А еще раньше в программе Владимира Соловьева Петров назвал красноярских журналистов продажными. И все это происходило на фоне задержания Анатолия Быкова. Сегодня этой темой занималась Софья Питеркина. Соня история получилась запутанной. И все-таки с чего начался конфликт? Юля действительно очень запутанная история. Очень много всего произошло за это время. И так началось все задержание бизнесмена Анатолия Быкова. Это произошло 7 мая. Ровно за сутки до этого в Красноярск прилетели журналисты программы «Честный детектив» с федерального канала «Россия-1» во главе с Эдуардом Петровым. Задержание Быкова они снимали от и до. Вот эти кадры. У них есть и видео, как ОМОН пробирался на территорию владений бизнесмена, и видео с обысками в доме Быкова, и видео из зала суда. Программа «Честный детектив» оказывала полное информационное сопровождение в деле Быкова. Такой вот эксклюзив. После этого некоторые красноярские журналисты возмутились. Почему снимать разрешили только федеральному каналу? Почему не давали информацию местным СМИ? Вот что написал на своей странице в фейсбук наш коллега, журналист с телеканала «Прима» Антон Попов. Но почему видео из зала суда с Быковым появляется только у «Честного детектива», хотя на нем водяной знак МВД, а в открытых каналах МВД и Следственного комитета его нет? Почему в зал не пускают все телеканалы? Мы же официальные СМИ. Нельзя? Окей. Тогда раздавайте видео всем. Или никому. Почему этот якобы честный детектив, который всем понятно, что Россия, снимал конвой после ареста накануне? За что такая раздача эксклюзивов? Позже Эдуард Петров объяснил, почему только представители одной программы смогли снимать все происходящее. В интервью Владимиру Соловьеву он обвинил красноярских журналистов в продажности. Местные журналисты нас проклинают и оскорбляют, пишут в интернете, почему эти московские продажные журналисты приехали и им разрешили. Я объясню. Потому что вам, журналистам, местам не доверяют, потому что вы все почему-то с большим уважением относитесь к сомнительным таким авторитетным предпринимателям. И не говорите, не рассказывайте про этих людей, которые участвовали в алюминиевых войнах, у людей, которые криминальное прошлое, настоящее и будущее. На такое заявление Петрова отреагировали в Союзе журналистов Красноярского края. По мнению профессионального сообщества, такое поведение непрофессионально и неэтично. Это, конечно, совершенно недопустимо, такие вещи обобщать наше журналистское сообщество. Мы все знаем, что у нас сообщество разношерстное, разнообразное. Мы люди все со своими мнениями, со своими взглядами на жизнь. И, конечно же, недопустимо нас всех под одну гребенку, как говорится, чесать. Но я, в общем-то, именно по этому поводу, наверное, прежде всего от имени нашего журналистского сообщества и высказал свое недоумение московскому федеральному коллеге. Высказался по поводу заявления Эдуарда Петрова и красноярский журналист Дмитрий Полушин. Полушин эмоционально и резко отреагировал на реплики Петрова и, в свою очередь, обвинил федеральных коллег в том, что они манипулируют фактами, а также назвал их пропагандистами. Расскажи, пожалуйста, о прошлом Быкову. Он сидел? Нет, официально он всегда не сидел. Он проходил по уголовным делам, возбуждали уголовные дела, но они закрывались. Удивительная вещь. Люди давали показания по убийствам, и они все время закрывались. Официально он никогда не сидел, считает Эдуард Петров. Вот как честный детектив, как опытный журналист, Эдуарду Петрову стоило открыть хотя бы Википедию, чтобы убедиться, что с 99-го года по 2002-й Быкова прессовали как надо, арестовывали и в Венгрии, и отправляли в Лиффортово, где он сидел 20 месяцев. А если 20 месяцев, по мнению Эдуарда Петрова, не срок, то он так говорит только потому, что сам пока еще не сидел. На этом история не закончилась. После этого видео на Ютубе вышел стрим уже Эдуарда Петрова. В нем он со своим коллегой-журналистом Павлом Брыкиным сидит и обсуждает дело Анатолия Быкова. Говорил Петров и о красноярском журналисте Дмитрие Полушине. Он назвал его мошенником и алкоголиком, а красноярцев назвал ненормальными. Соловей Анатолий Быков, который сидел и вещал долгие годы в гнезде на берегу Енисея, поселок Удачный, да? Да, поселок называется Удачный. Который стал неудачным 7 мая для Анатолия Петровича Быкова и для его Соловья Димы. Полушин, Дмитрий Полушин. Но по лицу мне показался Дмитрий Алкашин, который уже на протяжении трех дней где-то пропал, на даче сидел, молчал, но потом понял, что надо выходить из засады. Не побрился, не помылся, не переоделся. Начал кричать и оскорблять всех вокруг, говорить, что московские журналисты приехали и начали бить грязь на Анатолия Быкова. Он долго сидел на даче и думал, как же ему прийти в себя после того, как 7 мая у него выключился банкомат, и больше никого не снимешь на берегу Енисея, а работы-то не хочется, морда уже вот такая, здоровенная, уже несет вонию из Красноярска. Я уже опять на ваш язык, Дмитрий Малкашкин. Хочу сказать, что уважаемые зрители, уважаемые красноярцы, перестаньте верить мошенникам, отсылать деньги этим людям. Паша, у меня вопрос, а вот твои жители Красноярска, твои друзья и товарищи, которые там, неужели все вот так матом пишут из Красноярска? Вот я не вижу ни одного нормального человека. Эдуард, я провел в Красноярске... Это даже цитировать невозможно, что пишет ваш Красноярск. Первая часть своей, так сказать, юности, я там учился и начинал карьеру в телевизионной журналистике, конечно, меня удивляет, почему спустя почти 14 лет, как я переехал в Москву, почему люди, что называется, вдорвались до свободы слова и так извращенно ее понимают. Закончило все тем, что Дмитрий Полушин написал жалобу в Генпрокуратуру и потребовал возбудить уголовное дело в отношении Эдуарда Петрова по статье «Клевета». После этого стрим Петрова удалили с YouTube-канала, и мы сегодня пытались связаться и с Эдуардом Петровым, и его коллегой Павлом Брыкиным, чтобы узнать, почему они убрали эту видеозапись, но на наши телефонные звонки они не ответили. На этом у меня все. Юля. Спасибо, это была Софья Питеркина. Мы продолжим эту тему. На прямой связи со студией находится журналист Дмитрий Полушин. Мы, конечно, хотели пригласить для участия в беседе и Эдуарда Петрова, но, как сказал моя коллега Соня, на телефонные звонки он сегодня не ответил. Дмитрий, здравствуйте. Как вы расцениваете всю эту ситуацию? Привет, Юля. Я бы с удовольствием принял вызов Эдуарда Петрова на этот баттл. Все-таки возник некий конфликт и непонимание со стороны федеральных журналистов, региональных, и все это переросло в критику и даже оскорбление, и все это грозит Эдуарду Петрову возбуждением уголовного дела по нескольким пунктам 128 статьи «Клевета». Вот вы уже отметили, что я пожаловался, но это не жалоба, это требование от генерального прокурора и от министра МВД навести порядок, потому что я, проанализировав долгую работу Эдуарда Петрова, пришел к выводу, что однажды случайный человек был приглашен на телеканал «Россия» для того, чтобы работать рука об руку с тогда еще милицией, с МВД. И последние годы, лет, наверное, 15, вместе с Павлом Брыкиным, они, по сути, являются агентами МВД. На федеральном уровне такими агентами являются они, на мой взгляд, на региональном уровне таким агентом является Елена Пензина. Мы видим, как они параллельно, практически синхронно работают и выполняют конкретную идеологическую задачу, которую ставит Москва. И мы все видим это, шито белыми нитками, как в начале года, эта же команда, да еще НТВ, приезжали, выслеживали, делали ангажированные материалы, клеймили позором и Быкова, и всю команду его окружающую. И стояла конкретная задача всех вымрать в грязи. Теперь дошли руки до Быкова, дошли руки до его окружения, дошли руки до меня. Вот смотрите, вы уже до этого записывали видеокомментарий по поводу репортажей про Анатолия Быкова, который делала программу «Чистый детектив», и говорили, что там есть несоответствие фактам. А что было не так по конкретике? Понимаете, не то, что несоответствие. Понятно, что он ведет себя не как детектив. Он не имеет права носить вот это вот звание «честного детектива». Когда он не мог даже в интернете найти информацию, что герой его журналистского расследования, он не знал, сидел он или не сидел, и считал, что Быков не сидел, я считаю, что это не детектив и даже не журналист. Человек приехал с конкретной задачей. Я считаю, что в Москве МВД ему выдало техзадание, несколько документиков, которые он пролистал. Он, конечно, говорит, что, я знаю, Быкова занимался им и 20 лет назад, но за эти годы такое ощущение, что он научился только врать, искажать информацию и преподносить ее так, как нужно. Он целый час брал у него после задержания у Быкова интервью, а в воскресном репортаже на 6 минут взял всего несколько фрагментов, где Быков сказал, что если бы я хотел убить Струганова, я бы его убил, поверьте, что на подлость я отвечаю подлостью, а с бандитом не иду себя как бандит. То есть, понимаете, из часового интервью, где Быков чуть ли не расплакался от несправедливости, где было масса всего наверняка интересного, он взял те кусочки, которые ему были интересны, чтобы показать, что Быков бандит и убийца. Еще смотрите, они, Петров и Брыкин, обвинили вас, что вы записывали интервью с Анатолием Быковым за деньги. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, я в своем блоге и сказал, что я брал интервью у Быкова последние лет 5, и, наверное, из красноярских журналистов это дело чаще всех. Никогда я, у меня даже язык не поворачивался, брать у Анатолия Быкова деньги, просить деньги. У нас с ним достаточно доверительные, я бы сказал, человеческие отношения. Именно поэтому он позвал меня на свой юбилей 60-летний. И в том числе эти журналисты-пропагандисты ставят все кадры, как я там пою поздравления Анатолию Быкову и другие вещи, показывая, что я вот какой-то там ангажированный журналист. Никогда не брал деньги, я в свободном плавании. Да, я ранее, до 2018 года даже ходил на выборы вместе с Патриотами в 2016 году. Я работал в команде с Иваном Серебряковым, между прочим, единственным депутатом-оппозиционером в ЗАГС Собрании. Но последние два года, как от меня избавились в ЗАГС Собрании, уволили за недоверие, за то, что критиковал власть. Работаю сам. Вот вы написали заявление в Генеральную прокуратуру МВВД. Как вы думаете, будет ли ход у этого дела, учитывая, что программа «Честный детектив» во многом является продолжением работы правоохранительных органов? Если бы я написал заявление на нашего генерала Речицкого, я думаю, что мое бы заявление оказалось бы в этот же день в урне. Потому что именно Москва дала сюда на место задание сделать то, что они сделали. Но именно поэтому я перестраховался. И у меня есть надежда, что, коли я написал заявление на министра МВД Колокольца, на генерального прокурора, что дело имеет шанс рассмотреться беспристрастно. Спасибо. Это был красноярский журналист Дмитрий Полушин, который обвинил автора программы «Честный детектив» Эдуарда Петрова с «Россия-1» в клевете. И написал жалобу в Генеральную прокуратуру. Мы продолжим следить за этой ситуацией. И обязательно постараемся дозвониться до второй стороны, до Эдуарда Петрова. Ну и к другим темам. Красноярцы просят открыть столбы. На дорогах края появился новый фиксатор нарушений, а школьников хотят лишить общей перемены. Подробности в рубрике «Новости коротко». Школьников после снятия режима самоизоляции может ждать сюрприз. Речь идет об изменении расписания занятий и об отмене общих перемен. А именно за каждым классом закрепят кабинет, а общение между учениками разных классов запретят. Поэтому время начала урока и перемены для всех классов будет разное. Такую рекомендацию опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор. Также там советуют сократить число обучающихся и сделать больше классов. А в каждом кабинете разместить антисептик. А сейчас новость для автовладельцев. В Красноярске появилась лазерная система фиксации нарушения ПДД. В Крудоре пояснили, что новая модель способна распознавать нарушения даже в плотном потоке машин. Да и следить успевает за всеми. Поэтому за раз штраф может получить сразу несколько водителей. Пока такая машина только одна на весь Красноярский край. Поэтому на одном месте, как отмечают дорожники, стоять она не будет. Красноярцы просят открыть столбы необычным способом. Свои обращения к мэрии они набегали. Фото со словами спортсмены опубликовали в своих социальных сетях, подписав, что скучают по Красноярскому заповеднику. Напомню, администрация закрыла территорию столбов с 1 апреля. А вот откроют вход только после снятия всех ограничительных мер. Сейчас в нацпарке дежурит полиция. Научная школа ученые будущего переходит на дистанционное обучение. Специалисты признают, что такой формат имеет минусы. Детям тяжело сидеть за компьютером. Однако есть и весомые плюсы. Заниматься в бесплатной летней школе может больше детей. Как попасть в научную школу, расскажет Анна Кузьмина. Так весело и интересно было в научной школе в прошлом году. Дети проводили время вместе, занимаясь разработками и экспериментами на свежем воздухе. В этом году все иначе. Из-за пандемии коронавируса все перешло в дистанционный режим. Ребятам все материалы доставят домой бесплатно. А общаться в группах можно и виртуально. В основе школы будет лежать командная работа. Командой они будут создавать определенные цифровые устройства и цифровые сервисы. Они работают над проектом и работают в команде. То есть они учатся коммуницировать, учатся выстраивать эффективные связи друг с другом, учатся соблюдать дедлайны, сроки все. И учатся к сроку определенно выдать готовый продукт. То есть мы этому всему их обучим. Это действительно формат онлайн, это опыт дистанционной работы. Это не минус данной ситуации, это только плюс. Потому что мы дадим школьникам современные инструменты, чтобы выстраивать эффективную командную проектную работу в онлайне. Попасть в школу может каждый. В этом году примут 64 ребенка от 15 до 18 лет. И не только из Красноярска, а еще с Канска и Назарова. Напомню, школа бесплатная. Все необходимые принадлежности ребенку доставят домой. Все эти хлопоты берут на себя организаторы школы, в частности, сибирская генерирующая компания. Наша задача с самого проекта была заинтересовать ребенка настолько процессом обучения, чтобы это было для него не в тягость, а в радость. Чтобы он понимал, что знание – это не что-то тяжелое, что дается большим трудом. Чтобы весь образовательный процесс был срочен. Таким образом, ребенок не только мотивирован к образованию, он легче усваивает знания. И эффект от самого процесса обучения максимальный. Подать заявку можно до 2 июня, а затем пройти онлайн-тест. Второй этап конкурса – мотивационное письмо на тему «Почему я хочу стать ученым будущего». Главное требование школы – активность и целеустремленность кандидатов. Ну а технически для учебы нужен только компьютер с камерой и хорошим интернетом. Всю подробную информацию вы найдете на сайте ученыебудущего.рф и в группе проекта ВКонтакте. Анна Кузьмина, Новости ТВК. Игорь Тетенков покинул пост главы Свердловского района города Красноярска. Распоряжение об увольнении накануне подписал Сергей Еремин. Причина – переход Тетенкова на другую работу. Об этом сообщается на сайте администрации. Какую – в мэрии не уточняют. Нам свою новую должность Тетенков тоже не раскрыл. Сказал только, что уходит в федеральную структуру. Известно, что сейчас обязанности Игоря Тетенкова в администрации исполняет Лилия Назмуддинова, которая до этого была первым замом. К слову, это не единственные кадровые изменения. Также с поста руководителя главного управления молодежной политики и туризма ушла Екатерина Сидоренко. Причина та же – другая работа. Исполнять обязанности будет ее заместитель Вероника Клаберданс. Также глава города на должность начальника УДИП назначил Евгения Жвакина, который ранее занимал пост главы департамента городского хозяйства. Напомню, бывшего главу УДИП Евгения Петрука уволили 14 апреля. Его подозревают в халатности после нападения бродячих собак на красноярцев. А сейчас наша традиционная рубрика «Вопросы ЖКХ». Эксперт Наталья Балабина уже в студии. Здравствуйте. И первый вопрос. Отопление должны были отключить 10 мая. Но 11 и 12 в квартире все еще было жарко. Жалуются красноярцы. Будут ли за это делать перерасчет? Давайте вспомним порядок, который существует согласно законодательству начало отопительного сезона и окончание отопительного сезона. Первое. Издается распоряжение главы города о том, что отопительный сезон закончить 10 мая. Это распоряжение предназначено для ресурсоснабжающих организаций, которые снабжают теплом наши многоквартирные дома, школы, больницы и так далее, все объекты. После этого поступает телефонограмма от ресурсоснабжающих организаций, когда они отключают отопление. И третий этап – это управляющие компании, ТСЖ, товарищества, там все начинают ходить в каждый дом и закрывать задвижки. Поэтому это все в один день, соответственно, не делается. Если у вас такое произошло именно в вашей квартире, в вашем доме, вам необходимо обратиться в свою управляющую компанию и в индивидуальном порядке с вами рассмотрят этот вопрос. Спасибо. И второй вопрос. Куда жаловаться на управляющую компанию, если та не дезинфицирует подъезд? Согласно договору управления, это главный документ, который существует между собственниками многоквартирного дома и управляющей компанией, там прописан весь порядок содержания, сколько раз в неделю помывка подъездов, уборка и так далее. Но в связи с тем, что у нас в мире произошли такие события, проходит сейчас пандемия, да, и начиная с 28 марта 2020 года, согласно указам нашего губернатора, принято решение, независимо, есть у вас в договоре дезинфекция или нет, все управляющие компании обязаны проводить дезинфекцию. Если поступают сведения, что в данном многоквартирном доме обнаружен в какой-то квартире больной с коронавирусом, этот подъезд вообще берется на особый контроль, и там это все делается. И также ежедневно в подъездах должны обрабатывать. Перила, первые этажи, лифты. Если у вас этого не происходит, вы в первую очередь обращаетесь по телефону в управляющую свою компанию, никакой реакции нет, вы вправе пожаловаться либо в Роспотребнадзор, либо в службу строительного надзора и жилищного контроля на горячую линию.